А перед тем как начать смотреть новое видео, подпишитесь на канал Митя112. Ссылка на него будет в описании. На данном канале вы найдете различные видосы по Гранд Трак Симулятор 2, Мотор Депот, различные гайды, как правильно устанавливать Мотор Депот и множество других видео вы найдете на этом канале. Как говорил в начале, ссылка на него будет обязательно в описании к этому видео. Что ж, ну а мы давайте приступим к просмотру этого видео. Добро пожаловать на обзор сразу же двух игр. Это American Luxury Car и European Luxury Car. Сегодня мы просмотрим сразу же две игры, которые очень сильно похожи на компьютерную игру Forza Horizon. Ссылка на эти игры будет в описании и сейчас на ваших экранах игра American Luxury Car. Вот, и в общем заходим в настройки, можем поменять только графику. У меня стоит самая низкая, но посмотрите, как красиво все смотрится даже на минимальной графике. Что ж, заходим в гараж. У нас есть Cadillac. Такой вот внедорожный Hammer идет. Tesla Givertrak. Куда же без нее. Сверху у нас показываются характеристики машины. Так, ну тут еще идут разные машины. Вот Tesla тоже есть. Lincoln или Lincoln Ford. McLaren. Ну в общем прикольная машина здесь в гараже. Но их не так уж и много. Ну и снова Cadillac. Эти игры отличаются только гаражом и все. Так, ну может взять Кибертрак. Ну давайте возьмем Cadillac. Все, выбираем его. Также здесь можно тюнинговать машину. Так, вот мы появляемся в покрасочной. Прикольно здесь можно менять вот так вот цвет у машины. Можно сделать металлик, хром, мат и так далее. В общем, настройка неплохая по цвету. Можно также менять цвет дисков. Ну и сами диски потом можно будет поменять. Так, ну я ставлю все стандартно. Также можно поменять неоновую подсветку снизу. Но я ее делать не буду. Мне она, честно, не очень нравится. Также можно в верхнем правом углу поменять надпись на номерах, которая находится только сзади. Изначально там идет надпись разработчика DMNK. Так, давайте я поставлю какой-нибудь свой ник. Ну пусть Ден будет. Вот его напишем. Абсолютно любой ник. Можно написать надпись. Вот. И так вот будет на задних номерах. Что ж, теперь переходим к стайлингу. Можно менять передний бампер. Вот. Кенгуринк есть с дополнительными фарами. Даже вот. Прикольно. Я буду без него. Можно менять задний бампер. Диффузор можно поставить. И запасное колесо. Ну с запаской как-то не очень смотрится. С диффузором. Ну, в принципе, нет. Уберу лучше диффузор. Без него буду. Так. Ну, а дальше идут пороги. Ну, это понятно. Стандартный обвес. Два бампера. Передний, задний. И пороги. Вот. Это дефолт. Но все же прикольно. Можно поменять капот. Ну, там воздухозаборник чисто ставится. Вот. И все. Также можно менять крышу. На ней тоже ставятся воздухозаборники. Дополнительный багажник. Фары. С запаском. Без запаски. Вот. Даже мигалка со стробоскопом есть. Очень прикольно. Это сделано. Тюнинг в игре обширный. Практически все можно делать с машиной, кроме тонировки окон. Ну, я думаю, поставлю со стробоскопами. Так. Что ж. Идем дальше. Они еще мигают. Идет спойлер. Еще можно ставить. Но на внедорожниках я как-то не люблю. Спойлеры. Менять диски. Как уже говорил, можно. Давайте поставим вот такие вот. Так. Только у меня почему-то сбросились стробоскопы. Ну, да ладно. Можно также пооткрывать двери в машине. Вот. Капот. Все это со звуком очень классным открывается. Двери, капот, багажник. Все открывается. Можно везде заглянуть. Достаточно все так детализировать. Нажав на кнопку, все само закроется. Выбираем карту. Она здесь одна. Home Spawn. Вот. Давайте сразу же туда отправляемся. Загрузка здесь не такая уж и долгая. Но, в общем, пока что от игры только хорошее впечатление. Так. Вот так вот все выглядит. Мы на фоне замка какого-то. Здесь вон вертолет есть. Фонтан. Забор, в общем, у нас какой-то багаж здесь. Вот. Заводим двигатель. Ну, недаром это симулятор называется Luxury. Здесь только Lux Auto. Так. Можно завести двигатель машины, завести, заглушить, поставить на ручник. Ну, управление неплохое. Все выглядит очень классно. Вот вертолет, кстати, улетел. Ворота сами открываются. Вот, видите, вертолет улетает. В общем, прикольно все. Ворота закрылись. Можно включить левый, правый поворотник. То есть, поворотники в игре присутствуют. Это очень хорошо. Вот. Левый, правый. Все работает. Есть спидометр в верхнем левом углу, а также бензин. В настройках можно поменять тип управления. Вот. Я сделал акселерометр. Мне всегда так удобнее ездить. Также есть закись азота. Можно так ускориться. Но в игре тоже прикольные звуки. Подрифтовать можно. Все очень прикольно проделано в игре. Так, здесь присутствует, да, трафик. И он не простой. Он не как Мотор Депод. Смотрите, если мы встанем перед машиной, она нас как бы будет объезжать. Вот она побибикала, поморгала и еще и объезжает. В общем, трафик здесь не глупый. Вот. Я не говорю, что Мотор Депод он плохой. Просто здесь у него больше функций. Но зато качество самого трафика не очень. Машина далеко не суперски выглядит. Можно поменять камеру. Вот на капоте так вот. Жаль, что не в салоне. На бампере. Такую вот панорамную, красивую. И обычную третьего лица. Так, что у нас еще есть? Давайте посмотрим. Это пневмоподвеска. Низкая, средняя и высокая. Ну, три уровня. Я поставлю средний. То есть пневмоподвеска тоже в игре присутствует. Это очень классно. Так, ну прикольно. Также есть аварийка. Можно включить аварийку. Свет. Вот загораются задние стопыри и передние фары. И неон. Ну, как я говорил, неон нужно в гараже оставить. Его я не поставил, так как он мне не очень нравится. Также можно открыть карту и посмотреть ее поближе. Ну и, естественно, кнопка выхода в гараж. Ну, в общем, вот так вот это все прикольно выглядит. Пишите в комментах, как вам понравилась эта игра. А сейчас мы перейдем ко второй игре. Это European Luxury Car. И в конце подведем итоги, какая же игра лучше. Еще раз говорю, это от этих же самых разработчиков игра. Только там другой гараж. Карта та же самая. И сейчас мы посмотрим, какая же из этих игр лучше. Что ж, смотрим. Вот, все, я уже в этой игре. Давайте сразу же смотреть гараж. Здесь все точно такое же, как и в той игре, как уже говорил. Так, у нас есть Mercedes, BMW, Audi, еще одна BMW, еще одна Audi, Porsche, Audi, Bugatti даже есть, McLaren, Lamborghini, еще одна McLaren, если не ошибаюсь, Merrin, Land Rover, Rolls-Royce даже есть. Обожаю Rolls-Royce. Так, это Bentley у нас идет, Gellick, так, Mini Cooper, еще одна Bugatti. Beha, ну и снова Merrin, Aston Martin, еще один Merrin. Ну и в общем, такой вот гараж. Гараж по гаражу этой игре, респект. Здесь он гораздо обширнее того. Также здесь есть Carlys, где можно посмотреть список всех автомобилей и выбрать, не перематывая. Так, ну, в гараже уже лучше. По гаражу эта игра, башалату. Так, давайте теперь посмотрим, может здесь тюнинг будет обширнее. Так, ну, Кенгуринг тоже. Кстати, выбрали Rolls-Royce, так как я очень обожаю Rolls-Royce. Так, ну, так же все меняется. Так, смотреть не будем, можем поменять пороги. Так, и капот. Кстати, сейчас у меня графика стоит на ультрах. Сейчас у меня максимальная графика. Попробуем покататься с максимальной графикой. Посмотрим, как на это отреагирует мой телефон. Так, ну, крыша так же. Вот теперь постараюсь поставить мигалки. Такой вот президентский пусть был Rolls-Royce. Очень прикольно выглядит. Это еще все мигает. Ну, спойлер, я тоже не думаю, что стоит ставить. А вот диски можно поменять. Но здесь, как таковых, я нормальных не вижу. Ну, пусть эти будут. Так, выбираем карту. И все, здесь, наверное, будет загрузка подольше чуть-чуть. Вот. Жалко, здесь только одна карта. Но ничего, поверьте, она достаточно большая. Здесь много всего. Так, ну, загрузка уже подольше идет, чем в той игре, так как я запустил ее на максималках. Да еще и с мигалками. Это тоже FPS понижает и производительность игры. Так, ну да, все гораздо сильнее фризит. Вот, появилась дополнительная кнопка включения-выключения мигалок. Так, еще включается сирена параллельно с мигалками. Ну, это, в принципе, логично. Так, ну, наверное, сейчас придется выйти в настройки, поставить низкую графику. Так, вертолет у нас изначально улетает уже. Вот, смотрите, сейчас ворота откроются автоматически. Ну, в общем, не так уж и критично игра фризит, но, по-моему, в принципе, нормально. Вот у меня телефон Honor 9 White. Вот так вот на максималках это выглядит. Ну, да, когда начинаешь дрифтовать, начинают фризить. Но это на максималках. А представьте, сейчас я поставлю на низкую графику. Так, это, по сути, у меня игра летать просто должна. Так, ну, камера третьего. Ну, типа, от первого лица не очень. Кстати, я вам забыл показать еще, в той игре здесь есть режим замедленный. Такого типа, слоуму, очень прикольно выглядит. Все замедленные съемки. Можно даже какие-то отрывки, клипы снимать. Прикольно. Вот. Можно дрифтовать. Ну, мне лично игра нравится. Так, сейчас не волнуйся. Я выйду в меню и поставлю графику пониже, естественно. Потому что с такой графикой не очень комфортно играть. Итак, я вышел в менюшку. Так, сейчас давайте зайду в настройки и поставлю низкую графику. Кстати, здесь можно еще включить мигалки. Я заметил в этом гараже. Помимо того, что открывать двери, можно еще и включить мигалки. И дополнительный свет на машине. Вот так вот все классно открывается. Вот. Отдельная кнопка, чтобы посмотреть, как все будет выглядеть. И свет. Ну, по гаражу, я уже сказал, за машины, за карлист, за дополнительные кнопки уже можно сразу же плюс один поставить. Ну, вот на минималку так вот все выглядит. Все, давайте скорее выходим. Заходим в игру. Там еще покатаемся. Посмотрим, что как. Ну, мне обе игры зашли. Но вот это, по-моему, победит. Да, вот, смотрите. Гораздо все лучше стало. Вот и вертолет появился, кстати. Вообще, абсолютно ничего не фризит. Сразу же FPS повысились. Оптимизация у игры очень хорошая. Значит, включаем мигалки с сиреной и помчали. Очень классно, атмосферно. Как уже говорил, ссылка на обе эти игры будет обязательно в описании к этому видео. Вот сейчас включил слоу-мо. Вот так вот это все выглядит в замедленной съемке. Сейчас вот покатаемся. Кстати, огромное вам спасибо за 5000 подписчиков. Уже скоро даже 5100. Давайте наберем 6000 подписчиков. Я не знаю, может быть, к Новому году. Возможно ли такое. Все зависит от вас. Я буду вам очень благодарен. Если мы к Новому году наберем 6000 подписчиков. Еще раз огромное вам спасибо за 5000. Это нереальный прогресс. Огромное вам спасибо. За полтора года уже аудитория 5000 подписчиков. И все благодаря вам. Давайте также будем продолжать активничать под видео. Я буду снимать еще больше классных и крутых видео. Что ж, ну а давайте дальше будем смотреть за всем этим делом. Ну, физика в игре, кстати, тоже присутствует. Еще можно включить... Не, я не буду включать фары. Разработчики игры вообще постарались. Вот их есть еще игры, но вот эти мне больше всего понравились. Две. Не знаю, есть ли они на iOS, но в Play Market точно есть. Так как я их оттуда скачал. Машины здесь все бесплатны. Так что взломка вам не понадобится. Вообще класс. Реально можно замутить какой-нибудь клип. Жалко, нельзя отключать вот эти вот. Как в карпаркинге. Все обозначения. Вот спидометр. Кнопки. Чтобы они не мешались. Вот на ощупь, чтобы ездить можно было. Прикольно, прикольно. Так, мы что-то от трафика удалились. Ну и трафик здесь гигантский просто. Потому что посмотрите, какая там машина была по сравнению с моим Rolls-Royce. Просто милипизерный. Что ж, на этом, думаю, будем заканчивать. Пишите в комментах, какая игра лучше. Но, я думаю, сегодня все-таки победил European Car Simulator. Так как, точнее, European Luxury Car уж перепутал. Так как в нем обширнее гараж. Ну и чуть побольше функционал. Что ж, на этом все. Всем большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик. Всем до скорых встреч. Встретимся в следующем видео. Встретимся в следующем видео.